Кто про Спартак, не очень громко говорит итальянская пресса. Ну да, тут, наверное, конечно, больше внимания непосредственно к англичанам, которые очень хотят видеть Монтари в своей команде. Давай перейдем к Милану, потому что Милан два последних матча не выиграл. Милан сыграл ничью с Удинезой. 4-4 шикарная была игра, и была не менее... Я думаю, что все получили огромное удовольствие. Да, не менее шикарная игра была с Ленча, 1-1. Но, тем не менее, Милан по матчу не выигрывает. Да, это очень... Элизабет, а это в чем проблема, на твой взгляд? Ты знаешь, это действительно очень волнует всех. Все ожидали, конечно, что с приходом к Кассану ситуация изменится очень-очень. Конечно, к Кассану пришел, все игроки громко выговаривали, как ему нужно вести себя, что это значит стиль Миланиста, что он должен знать свое место, что уже выступления и поведения, которые были актуальны в бывшей его команде или даже в бывших его командах, или даже в сборной, не будут проходить здесь. Я думаю, что Кассану успокоился, и никаких громких его высказываний не было слышно. Но красивые пассы мы, думаю, что видели, несмотря на то, что он не тренировался, насколько я помню, сколько, полтора или два месяца? Два месяца. Два месяца он не тренировался. Тем не менее, мастерство Кассану он показывал на поле. Ну что ж, отдаление Интера и других команд от Милана уменьшается. Это очень беспокоит Милана. Но я думаю, что Милан теперь очень старается сделать приобретение, показать что-то на трансферном окне. Ну, я понимаю, главный вариант Милана, прежде всего, Кришито из Дженуа, который Милан хочет приобрести левого защитника. Да, но я думаю, что здесь больше актуальна Зиглера. Зиглера из Самбдори. Зиглера из Самбдори, да, кандидатура, потому что о ней громко высказывается уже руководство Милана, комментируя это. Поэтому, но Зиглер из Самбдори и... Ну, здесь, видишь, тоже очень, как бы, очень стоит подчеркнуть этот переход возможен. Почему? Потому что у Зиглера в Самбдори контракт заканчивается в июне 2011 года. То есть он, получается, на окончании контракта. Да, полгода осталось. Полгода осталось. Поэтому, понятно, Интер ведет переговоры, потому что у Самбдори тоже... Безвыходная ситуация. Безвыходная ситуация, браво. Милан ведет тоже переговоры с Кальяри по поводу... Матри. Ладзари. А, Ладзари. Угу. Интересно. Видно... В центре пола. Масимиран Олегри хочет своих бывших. Да, да, браво. Да. Возможно, спрашивают нас, как играет Самбдори. Сейчас Кубок Италии, по-моему, проходит в это время в Самбдори Удинезии. И Самбдори 1-0 выигрывает. Федерико Македо забил свой первый гол за Самбдорио. Молодой итальянец, воспитанник Манчестер Юнайтед, между прочим. Ну, как он в Ладзи воспитывался, потом был МЮ отдан. Идет середина первого тайма. И вечером матч Айси Рома-Ладзио. Римское дерби. Да, римское дерби, которое, несмотря на то, что это Кубок, очень-очень поддерживаемый, очень много болельщиков ожидается на этом матче. Ну, и что ж, будут играть две команды, у которой заодно и были хорошим объявлением чемпионата. Я говорю про Ладзио. Потому что считаю, что первые шаги, первые игры, которые показывали. Первый круг в целом. Первый круг в целом, можно так сказать. Ладзио сыграл очень хорошо. И бедная Рома, которая никак не может решить своих проблем с клубом. Можем сделать объявление. Все олигархи готовы вступить в переговоры с уникредитом итальяном. Приглашаются. Да, ну, супер. Рома уже буквально три года ищет все новые владельцы. Да, да. Никак найти не могут. Голосы различные. И из России, и из Америки, и из Китая, и из Индии. ОАЭ, и из Дубая. Да, да, и из Дубая тоже. Но на сегодняшний день являются только один итальянская фармацевтическая компания, которая сделала... Анджелуци, да. Которая сделала предложение, которое показало, что есть деньги. Ну, посмотрим, что будет с Ромой. Сегодня ты как думаешь, Ромой и релацию кто... Я бы хотела, чтобы выиграла Рома, потому что я более болею за Ромой. Я знаю, я знаю, почему ты хочешь, чтобы Рома выиграла сегодняшний матч. Наполи красавцы, правда же? Артем спрашивает. Вау. Ну, в матче против Ювентуса, конечно, 3-0 обыграли Юве, но вот, например, с Фиорентино 0-0. Да, но видите, я в любом случае согласна с Артемом, потому что многие журналисты итальянские и пресса, и по телевидению часто получалось такое заявление ревелационе del campeonato, то есть самое лучшее проявление или объявление, если это правильно, грамматическое, да. Но, тем не менее, что самое важное, что нужно здесь подчеркнуть, что Наполи выиграла с Ювентусом. С Ювентусом, конечно. Спокойно, скромно, ответил Нобел. Самый принципиальный соперник, да, для Наполи. Ну, вот так оно и есть. Действительно, тема Ювентуса отдельная, она интересная по традиции. Всегда о ней поговорим. Давайте сначала послушаем новости спорта, а уже потом к Ювентусу, к Наполи, к тому же и ко многим-многим другим новостям. Продолжается эфир на Радио Спорт в студии Нобеля Рустамяна и рядом со мной Элизабетта Бартоше, матч-агент УЕФА. Говорим мы об итальянском футболе. Телефоны студии Радио Спорт 729-3383 и 729-3367. Не могу не дотронуть тему Ювентуса, потому что она актуальна, как мы выяснили с Элизабетой в прошлой части. Мы говорили про Самбдорью, теперь говорим Самбдорья-Дуэ, то есть Ювентус. Самбдорья-Дуэ, так в Италии называют Ювентус? Да, чаще и чаще. А почему? Потому что господин Маротто и господин Дель Нейри напоминают больше и больше Самбдорью, а не реализуют ожидания болельщиков. А в чем это проявляется в игре, в тактике, в приобретении? Я думаю, что это комплексное решение. Почему? Потому что на это влияет много факторов. И что ж, команда не помолодела. Да. Согласен? Это факт. Никого из молодых футболистов, кроме нашего с тобой друга Милоша Крашича, который действительно очень хорошо заявился, но как-то слово «сдувается» так красиво? Да, нормально. Так могу сказать, да? Короче, который больше сдувается и сдувается, не видим. Команда не играет хорошо. Что ж, Фуор не играет Амаури, не играет Якуинта, несколько недель тому назад Куалиарелла, который был удачно прооперирован недавно и надеемся, что через три месяца, как говорит профессор Мариан из Вилли Стюарт, будет восстанавливаться. Кстати, раскроем вашу секрет. Года два назад я был в Италии, и тогда мне Элизабета как раз показала виллу Стюарт, где оперировали Куалиареллу. Действительно, там какие-то феноменальные успехи у этой клиники, в том числе восстановление футболистов после крестообразной связки за три месяца. Это была известная история с Франческо Тотти, чемпионатом мира в Германии. Правда, там была некрестообразная связка, там была другая проблема. Но тогда изначально люди боялись, что Тотти вообще может карьеру завершить. Завершить, абсолютно. А, между прочим, Тотти получил травму в марте, а в июне уже стал чемпионом мира в составе сборной Италии. Поэтому Виллу Стюарт, говоришь, что через три месяца будет? Да, что Куалиарелла действительно с помощью Виллы Стюарт встанет на ноги и будет радовать Нобела, да? Ну, а кроме Куалиареллы, в принципе, радовать некому сейчас. Очень хорошее возвращение. Я думаю, то, что все отмечили с большим удовольствием, это Буфон, который восстановился, который начинает играть, который был очень ожиданным. Лучший портиер, да? Лучший вратар мира. Наверное, самый дорогой, если ты со мной согласишься, правда? В принципе, да. Но возвращение Буфона сразу родило большой конфликт в команде, потому что Сторари, который начал играть неплохо, не хочет оставаться в Ювентусе, потому что он, конечно, хочет играть, а не сидеть на скамейке запасных. Конечно, всех очень-очень, я думаю, удивило приобретение Тони. И, как говорят многие... И возмутило многие. И возмутило, да. Потому что, да, я читала даже в газетах, что Бог видит все и наказывает. Но это было такое достаточно жесткое высказание многих журналистов по поводу его травмы, потому что приобретение чемпиона мира Тони, но в этом возрасте, конечно, удивило очень-очень многих, но, тем не менее, нужно было кого-то быстро приобретти и недорого. Поэтому господину Маротто пришел в голову Тони. А вот итальянская пресса возмущается, видимо, Маротто, потому что тут недавно пришла идея в голову приобрести Флора Флореса, дублера в Удинезе. Ну, слава богу, Дженуэ перехватил Флора Флореса. А более серьезные футболисты могут в Ювентус перейти? Ну, что ж, в Ювентусе, к сожалению, в последнее время чаще и чаще говорится о проблемах финансовых. То есть Маротто, как хороший управленец, но маленькими командами, как подчеркивается, достаточно хорошо выполнял свою роль и держал бюджет клуба достаточно внимательно. Здесь ожидания намного выше, история клуба намного выше, и все спрашивают, действительно, под прессой того уровня клуба Маротто выдержит и даст результаты, потому что это самые ожидаемые. Так как показателям лучшего забитого голя, так хорошим управленцем, как клуб, в котором результаты вместе находятся. То же самое касается Дель Нерри, потому что Дель Нерри пока, ну, все же видно, что Дель Нерри сложно работать в большой команде. Слишком у него такие амбиции середняка проскакивают периодически. Да, насколько я знаю, конечно, это сплетни, о которых мы не должны говорить, да, что Дель Нерри не любит полемики, не любит разговора, не любит того, как кто-то что-то ему отвечает и рассказывает. А сложно об этом не говорить в развивалке Ювентуса, где находятся в любом случае футболисты с огромным весом. Да, в том числе Дель Пьеро, Буфон, Филиппо Мело, футболист, который разочаровал многих, но согласен, что этот год у Мело сильнее, чем прошлый год, сезон. Я не сказала бы так, Нобел. Но успею в осень, осенью же Мело играл. Ну, понимаешь, я посмотрела его момент, и мне кажется, что футболист явно то ли не дотренировался, не могу это профессионально оценить. Почему? Потому что количество его удалений из поля, согласен, но влияет тоже на общее мнение о играху и его оцену. Не, безусловно, то, что Мело... Павле, который... Или я сказала, что с точки зрения того, что Мело в Ювентусе чаще остальных удаляется, сказывается на его игре, но осенью он, в принципе, играл не так, как в прошлом сезоне. Да, да, но здесь могу быть с тобой согласна. Есть у нас телефонные звонки, давайте пообщаемся с нашими болельщиками. Ливон, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Болельщик Милана, у меня вопрос по поводу Максимилиана Аллегри. Скажите, пожалуйста, вот при нынешних делах, мы на первом месте, как вы, Милан, насколько высокий уровень доверия именно Галиане и Берлусконе к Аллегри, да? Грубо говоря, если брать нынешнюю ситуацию, что может спровоцировать, какой результат может спровоцировать отставку? Мне, не дай бог, конечно, как бы, и мне он очень нравится. Вот, вот такой вопрос. А так, форца Росунери и форца Кампиона де Италия. Ну, Кампиона де Италия или форца Интерн? Ну, ну, Интер, нет. Сейчас, сейчас Интер, в данный момент. Сейчас Интер. Да, вопрос, конечно, очень интересный, потому что мне кажется, что Милан с огромной традицией, как бы ни было, это у всех подчеркивается клуб «Пью Титу Лату Дель Мондо», да, клуб, который больше выиграл в мире, выбирает тренера. Но не в Италии. Ну, да. В Италии другая команда, вы же всех выигрывали. Абсолютно, абсолютно. Но мы говорим про Мондо. Мондо.